Готовь сани летом, а дороги зимой. Такому принципу придерживаются некоторые подрядчики, которые в дожди, мороз, снег и гололед укладывают асфальт на старенькое покрытие. За такую работу им еще и платят. Известные общественники нашли на сайте госзакупок 12 тендеров в 11 миллионов рублей. Почему на Ставрополье нарушают технологию, есть ли гарантия на морозную укладку и кто будет платить за повторный ремонт, расскажет Виктория Середа. На улице бушует непогода, а дорожные службы укладывают асфальт. Такие видео снимают удивленные и возмущенные жители Ставрополья. Их волнует вопрос, можно ли при минусовой температуре ремонтировать дороги. Жалобами ставропольцы обратились в региональное отделение Народного фронта. Вот мы и собрались вместе. Давайте думать, как это сделать так, чтобы и людям донести истинное положение вещей, и дороги, чтобы у нас были в порядке. Что это? Системная ошибка или просто недоразумение? Какие гарантийные сроки у нового асфальта и кто оплатит повторный ремонт некачественного покрытия? Ответы фронтовики искали вместе с общественными активистами, представителями власти и Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Мы хотим, чтобы Ставрополь стало пилотным проектом в рамках реализации убитой дороги. У нас они на самом деле одни из самых лучших в стране. Это действительно так. Но тем не менее мы хотим убрать огромное количество недостатков, которые здесь есть. Фронтовики провели мониторинг сайта госзакупок и нашли 12 тендеров на проведение дорожных работ зимой. Краевое Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта уверяет, тут нет никакой ошибки. И на сегодняшний день нарушений с точки зрения укладки асфорта бетона там нет. Там есть зимнее содержание автомобильных дорог, установка знаков, профилировка гравийных дорог и профилировка обочин. И сегодняшний день это то, что муниципалитеты допроводят конкурсные процедуры. Это связано, во-первых, с предписаниями ГИБД, с предписаниями прокуратуры по обеспечению безопасности дорожного движения. Ремонтировать дороги зимой все-таки можно, но при определенных условиях. Сейчас появились новые материалы и технологии, которые позволяют выполнять работы даже при минусовых температурах. Но никак не ниже минус десяти. Дождь и снег снижают температуру смеси, поэтому в сырую погоду не рекомендуется выполнять укладку толстых слоев асфальта. В ливень и метель укладывать полотно нельзя категорически. У нас на сегодняшний день в России разрешено и во всем мире использовать литой асфальтный бетон и холодный асфальтный бетон. Выпускают шесть заводов на территории Российской Федерации. В основном это северная группа, я имею в виду Санкт-Петербург, ну и Тюмень и дальше. Основная причина плохих дорог по-прежнему человеческий фактор. Трещины часто появляются из-за воды, которая проникает под покрытие. Строители также могут пренебречь техническими требованиями и положить асфальт на снег. Именно поэтому активисты Народного фронта собираются взять ситуацию под контроль. Крупная проверка дорог в СКФО пройдет уже в начале Нового года.